В сложившейся общественно-политической ситуации проведение референдума, по мнению инициативной группы, единственно верное решение. По сути, цель народного голосования – выяснение уровня доверия к главе государства. Конституция и наши законы, в том числе закон о всенародном голосовании, позволяют нам провести референдум цивилизованно, без агрессии, без добавления тех эмоций, того настроя эмоционального, которое существует в обществе. И, кстати, такого рода референдум может стать определенным инструментом спасения нашего народа от пропасти, у которой мы оказываемся периодически. Проведение референдума на должном уровне в соответствии с законом – это проявление высокой политической культуры. И президент должен это понимать. Идея референдума сформировалась не просто так, говорит Ирина Агрба. Всенародное голосование сегодня – метод выхода из кризиса, в котором находится наша страна. Так считают инициаторы референдума. Мы не секта. Более того, в настоящий момент, опираясь на тенденцию нарастающего в стране социального протеста, оппозиция перерастает в массовые общественные движения. И это вполне подходит для такого пути разрешения кризисной политической и экономической ситуации в стране, как референдум. Референдум по вопросу о доверии президенту в Абхазии предлагается провести впервые. Весь этот процесс – новый опыт, как для оппозиции, так и для власти. Но главную роль в его проведении играет народ. Сразу после того, как инициативная группа будет зарегистрирована, ей предстоит собрать 10 тысяч подписей в поддержку референдума. По закону, окончательное решение о проведении голосования принимает президент. Таким образом, спустя все подготовительные процессы, итоговый протокол и требования о проведении референдума направляются именно главе государства. В связи с этим журналисты поинтересовались, как будет вести себя инициативная группа в том случае, если президент примет отрицательное решение. Мы говорили, что в случае, если президентам будет принято решение о том, чтобы не проводить референдум, мы слышим и внимательно наблюдаем за политическими организациями, общественными объединениями оппозиционного характера, у которых есть свои планы. Есть политическая партия Ам-Цахара, есть блок оппозиционных сил. Наша инициативная группа будет поддерживать эти политические и общественные объединения оппозиционные в их дальнейших действиях. Инициативная группа заявлена как независимая гражданская. Однако многие ее члены состоят в тех или иных общественных и политических организациях. На разных оппозиционных площадках сегодня активно говорят о необходимости подобного референдума. Однако предугадать его результаты едва ли кто-то может. Так, на вопрос о планах инициативной группы, в случае, если на референдуме народ выразит доверие президенту, заместитель руководителя инициативной группы Астамур Пачали ответил, что с уважением отнесутся к выбору людей. Если народ выберет в пользу руководства, окажет ему доверие, то, само собой, мы уважаем этот выбор. Но если будет обратная реакция, то здесь, я надеюсь, что и президент уважит мнение народа. То есть для нас это очень важно. Мы в первую очередь вышли с этой инициативой во избежание каких-то других последствий, которых мы не хотим. В завершение пресс-конференции к журналистам обратилась Ирина Агроба. Отметив роль СМИ в вопросе освещения задач и самой сути референдума. Насколько возможно, вы могли бы вот и на этом этапе объективно освещать эти события. Давайте мы покажем, что мы умеем быть сдержанными, мы можем быть толерантными друг другу, покажем всему миру, что вот... Во вторник, 1 марта, инициативная группа подала заявление в ЦИК о проведении референдума по вопросу досрочных выборов президента Абхазии. Согласно закону, с момента получения свидетельства о регистрации, инициативная группа вправе осуществлять сбор подписей в пользу народного голосования. Уже после этого итоговый протокол отправляется президенту республики. И в случае согласия главы государства, всенародное голосование проходит не ранее одного и позднее трех месяцев со дня принятия решения о его проведении. Элеонора Гилаян, Торник Амичба, Абаза ТВ